Итак, убедиться в отсутствии индикации, что уже ведется резервирование, далее изъять предохранитель, убедиться в том, что ОРПМ переключил цепи на резервный предохранитель, убедиться во включенном состоянии акустической сигнализации, ну и запятая можно писать повторить для второй группы предохранителей. Установить предохранители на место и переключить на питание цепей от, ну скажем так, основного предохранителя. Установить предохранители на место и переключить питание на основной предохранитель. Ну уж не знаю, на электропитании вы изучали, нет, устройство ОРПМ, наверное оно все-таки туда в основном относится. Я же соответственно принцип действия стопроцентного устройства вам не подскажу, но судя из описания, что у нас получается, что данная вот эта стойка, ну или панель грубо говоря, на статив нужно для того, чтобы резервировать два предохранителя. Что значит резервировать? Это если сгорает основной, то автоматически без участия электромеханика включается резервный. То есть автоматом переключается. Единственное, что мне как человеку, не электропитайщику, кажется довольно тупо это делать мгновенно. Почему? Потому что если это, ну когда сгорает предохранитель, это обычно короткое замыкание. или соответственно какое-то превышение нагрузки, что получается, если мы превысили, если один сгорит и тут же включается резервный, по идее тут же должен и резервный сгореть, особенно если это коза. То есть в чем смысл тогда такого устройства? Непонятно. Если же происходит какая-то там все-таки выдержка времени своеобразная между этими двумя процессами, тогда более-менее смысл понятен. Вот. Коза, возможно, за это время устранится. И по идее без применения электромеханика можно восстановить питание устройств, то есть работоспособность. Если, конечно, это не какая-то постоянная коза. Ну вот это что касается у РПМа. Так, здесь у нас что такое? Это проверка действий сигнализации срабатывания автоматических выключателей. Автоматических выключателей. А также УЗИП совмещенной питающей установки. Ну, мы с вами питающие установки проходили. Правда, я подробно на совмещенной питающей установке СПУ не останавливался. Я в основном там по тем панелям шел, которые у нас в кабинете есть. Есть более новые панели. В этих панелях есть так называемые автоматические выключатели. Вот здесь фрагмент из них на слайдике переведен. То есть кнопочка такая, находящаяся внутри. Ну, грубо говоря, чем-то наверняка схожа с обычными автоматами, которые стоят там в счетчиках электропитания. Ну, в тех, которые более-менее новые. И там, где пробки вкручивались еще. Хотя и там тоже кнопка здесь выскакивающая. Так, что у нас здесь? Ну, собственно, открыть панель. Выключить один из выключателей вручную. Для этого сначала у дежурного, соответственно, спросить разрешение. Выключение одного из фидеров, тот, который не питает устройство. Затем автоматическим выключателем выключить резервный фидер. Убедиться в том, что на лицевой панели зажегся индикатор красного свечения. Называется он КПВУФ. Ну и должна сработать схема контроля перегорания предохранителей. Затем автоматический выключатель включить снова. Ну и что должно произойти? Должно погаснуть состояние. Товой лампочки КПВУФ в контроль автоматов. И должна перестать светиться индикация на питающей панели, индикация перегорания предохранителя. Ну, как-то так. Так, значит, что можно здесь по питающей панели сказать? Проверка на питающей панели. С разрешения ДСП выключить автомат резервного фидера. С разрешения ДСП выключить автомат резервного фидера. Проверить зажигание индикатора КПВУФ. И срабатывание сигнализации перегорания предохранителей. И срабатывание сигнализации перегорания предохранителей. Так, здесь у нас что такое? УЗИП, УЗИП, УЗИП. Так, кто же такой УЗИП-то у нас? Защиты. А, вон он, устройство защиты от импульсных перенапряжений. Так, УЗИП, установленных в щитах СП производится для каждого УЗИП в следующем порядке. Замкнуть перемычки контрольные контакты. Увидится появление индикации. Ну, здесь это устройство, я не знаю, что из себя представляет этот самый УЗИП внешне. Судя из названия, чем занимается он. От импульсных перенапряжений. То есть, грубо говоря, что-то, что-то, что-то похожее на наши с вами разрядники. По принципу действия. Только разрядник у нас многоразовый. И, соответственно, после того, как он через себя молнию уловил, он продолжает действие. Здесь же получается устройство УЗИП, скорее всего, все-таки, каким-то образом отключает цепь. Вот источник питания. Поскольку у него есть контрольные контакты. Вот я читаю здесь свою технологическую карту. И, соответственно, что мы, как контролируем работу этого УЗИП, ну, не столько его работу, сколько контроль его срабатывания, это по тоже появлению сигнализации. Итак, что здесь получается? Замкнуть перемычкой контрольные контакты. То есть, те, которые это УЗИП замыкает, когда он сработает. Так, убедиться в появлении индикации. 7.1.2. Это типа того же самого, что ли, выше, который находится. Я уже цифры, видать, стер. Снять перемычку. Убедиться в том, что, опять же, те же самые лампочки, как КПВУФ, погасла. Ну, примерно то же самое получается. То есть, что можно сказать про проверку УЗИП? Проверка срабатывания УЗИП проводится аналогично, но для имитации срабатывания замыкаются перемычкой контрольные контакты. Проверка УЗИП проводится аналогично, но для проверки, но для имитации срабатывания замыкаются перемычкой контрольные контакты. Но для проверки срабатывания имитируют срабатывание перемычкой. Что еще раз замыкают перемычки? Замыкают контрольные контакты перемычкой. Для имитации срабатывания замыкают контрольные контакты перемычкой. Можно дальше. Почему я начало пропустил? Вот у нас на самом деле, это как выглядит начало. Внешний осмотр предохранителя без изъятия, проверка действий, схема контроля, перегорания. Вот эта часть у нас уже была, когда питающие установки проходили, то есть уже об этом разговор шел, где соответственно в питающей установке мы разбирали, что на предохранителе, о чем нужно посмотреть, на его целостность, на том, что там нить у него не почернела, на то, что у него есть защитная пленка сверху, там, которая нитку закрывает на то, как проводится схема контроля действия перегорания предохранителя. Для этого там соответственно можно либо его изъять и нажать, вернее, поставить вместо предохранителя специальный такой шаблон, у которого выход штока есть, тот, который цепляется за нитку и при перегорании соответственно опускается вниз и контактики замыкает. Поэтому просто, видимо, я здесь вообще об этом не говорю, ссылаюсь на то, что все это уже было ранее изучено, то есть скорее всего про верхушку, то здесь ничего не будет в этой презентации. Про проверку схем контроля перегорания. Да, вот все, собственно, на этом и закончилась первая работа. Соответственно, проверка предохранителей, смотри, как он называется-то у нас, тему ТО питающих установок. Так, следующая работа называется у нас измерение токов цепи предохранителя при максимальной нагрузке. Измерение токов цепи предохранителя при максимальной нагрузке. Периодичность исчезла вообще как класс. Раньше, скорее всего, была с какой-то периодичностью. Необходимо было каждый предохранитель проверять. Сейчас же измерение тока проводится при замене предохранителя, то есть когда он отслужил свой срок, там, допустим, три года, пять лет или так далее. Или после того, как изменилось, изменяется ампераж этого предохранителя. Ну, соответственно, раз он изменил все его ампераж, то, соответственно, меняется и он сам. То есть, грубо говоря, то же самое фактически происходит. Так, что это у нас здесь? Исполнитель электромеханик и электромонтер или бригада устройств электропитания, которая раньше уже у нас тоже звучала. документальное оформление, это журнал замены предохранителей. Тоже те, кто делал практическую работу, так называемую, в кавычках, потому что делал называть язык не поворачивается, все, что вы делали, это просто составили алгоритм, стал той работой мог сталкиваться. Работа не сложная. Давайте попробуем ее описать. Можно двигаться? Жду. К сожалению, презентация, как уже было сказано, относительно новая. Вряд ли здесь будет большое количество картинок, текста. поэтому и пояснять я буду тоже в основном словами. можно дальше. Давайте смотреть, что я там наковырил, а ничего я не наковырил, поэтому, соответственно, все, что я могу здесь пояснить, это взять да что-нибудь порисовать. Так, указатель, перо, значит, что мы имеем? Если мы возьмем гнездо предохранителя, что оно из себя представляет? Ну, если старого типа гнездо, то, соответственно, две дырки, когда мы с вами изъяли предохранитель, собственно, сам предохранитель, что из себя представляет? Нечто вот такое, но если это предохранитель бананового типа, то у него, наверное, вот так стоит рисовать. Если у нас нагрузка, та, которую питает этот предохранитель, не какая-то не особенная, то проверить, измерить ток в цепи, то есть, ничто там не выключится, слишком как-то отрицательно не отразится, как мы можем, допустим, это цепь питания, допустим, какой-то стрелки, ничего страшного, если мы там временно ее отключим, то есть, временно ее управлять нельзя будет. Что для этого можно сделать, как измерить ток в цепи этого предохранителя? Это можно изъять предохранитель и, соответственно, в эту цепь подключить вместо предохранителя наш амперметр. Что мы делаем? Мы вот сюда вместо предохранителя подключаем измерительный прибор. Естественно, это должен быть у нас амперметр. Если предохранитель какой-то ответственный, то есть, его отключение может повлиять на работу устройства, то можно сделать как? Сначала подключить амперметр. Для этого, конечно, удобнее использовать с задней стороны этого этой клеммы, естественно, используя для этого крокодильчики какие-то. Сзади, там, с монтажной стороны крокодильчиками прижать амперметр. Далее, соответственно, уже, поскольку цепь у нас восстановлена через амперметр, можно предохранитель вынуть, попросить дежурного по станции какие-то манипуляции на пульте произвести, для того, чтобы получить в этой цепи, которую мы контролируем, ток нормативный, ну, допустим, если это стрелка, как я говорил, то, что нужно сделать, попросить дежурного, соответственно, перевести стрелку. Далее, что мы делаем, мы по амперметру устанавливаем нормативное, нормативное ли значение тока протекает, или завышенное. Ну, нормально, что у нас должно происходить, если я правильно помню технологическую карту, у нас ток в цепи должен быть примерно 80% от номинала предохранителя, то есть, не должен превышать 80%. Это считается нормальным. Если это, допустим, была цепь питания светофора, тогда, что нам нужно сделать, это, очевидно, дежурного по станции попросить приготовить маршрут, при котором через этот предохранитель пойдет питание к лампе светофора. То есть, вот, пример проведения этой работы. Надо что-то сделать, продиктовать для краткого пояснения выполнения этой работы. Можно? Давайте. Изъять предохранитель или сначала подключить с монтажной стороны вместо него амперметр, изъять предохранитель или сначала подключить с монтажной стороны вместо него предохранитель. Изъять предохранитель или сначала с монтажной стороны подключить вместо него амперметр. Изъять предохранитель или сначала подключить с монтажной стороны к нему амперметр. Измерить ток для этого. Измерить ток для этого. С помощью ДСП создать максимальный ток в этой цепи. В скобочках можно что подсказать. Перевод стрелки, открытие светофора. То есть чем ДСП помогает. Перевод стрелки, открытие светофора или приготовление маршрута правильнее говорить. Ну а если визуально, то где-то недавно я делал видеоролики там искал. Где-то у меня студенты в кабинете как раз эту работу там. Я ее имитировал. Делать-то они ее не делали еще, потому что ленятся. А так-то, по идее, можно эту работу сделать более качественной. Методичку для этого необходимо модернизировать слегка. Сейчас поищу, если найду. Там ролик минуты пять, наверное, поэтому найти, наверное, будет несложно. Ну, здесь только еще ролик какой-то неудачный у меня. Давайте поищу покачественнее. Там четыре к трем было растянуто. Так, где там у нас? Вот как раз здесь студентка имитирует этот процесс. Сейчас с двигателем закончит. Ну, вот. А, здесь рельсовой цепи нет, не то. Сейчас поищу предохранитель. Вот, соответственно, что сделал. Он изъял предохранитель. Подключает амперметр. И якобы измеряет нагрузку в цепи этого самого амперметра. Настолько короткая тут вкладка, что мало что можно было успеть. То есть, изъял, подключил. Но это в том случае, если вот нагрузка, она не ответственная какая-то. Потому что есть такие цепи, допустим, изымая которые, ты отключишь питание, поставить цепь полностью. И, соответственно, для того, чтобы потом восстановить его работу, тебе нужно будет кучу ролюшек. Искусственно ставить поток, например, такие, как замыкающие роли. То есть... Можно так измерить-то, да? А вот в этом случае с монтажной стороны крокодильчиками сначала амперметр подключили, а потом уже предохранитель вытаскиваешь. То есть, в этом случае пропадания питания не будет. Как вот сейчас, когда студент вытаскивал. Так. Это была проверка. Так, что там еще? Ну, если правильно помню, 80% все-таки, по-моему, не с головы у меня. В принципе, всплыло ток, протекающий ток должен быть, не должен превышать 80% от номинала предохранителя. Протекающий ток не должен превышать 80% от номинала предохранителя. Ну, соответственно, если предохранитель на 1 ампер, то должно протекать не больше, чем 0,8 ампера. К сожалению, сейчас у нас в руках у меня журнала замены предохранителей нет. И, соответственно, есть ли там графа, в которой указывается ток протекающий, я подсказать не могу. Нужно все-таки искать этот самый журнал. На это время у меня, видимо, до сих пор не нашлось. Но на дистанционном обучении тем более не найдется. Так, следующая работа получается у меня. Какая? Третья, что ли, уже по счету? Да. Что-то у меня... Shift-F5 не нажимается. А, сохранение, что ли? Нет, не идет. Так, Shift-F5, F6 я жал. Так, замена предохранителя на проверенный в РТУ. Замена предохранителей на проверенный в РТУ. Исполнитель электромеханик. Делается это в сроки, которые для предохранителей. Установлены инструкцией 3168Р. Зависят они от тока, на который рассчитан предохранитель. Соответственно, самая частая замена это один раз в пять лет. Вот. Ну, а более редкие это какие? Это вплоть до того, что вообще их не меняют. Если я правильно помню, сейчас у нас к этим не меняют. Ну, на следующем слайде посмотрим, какие это будут. Насколько я помню, это от 20 А. Теперь вот такие предохранители вообще в РТУ не контролируют уже. Поэтому сейчас уже можно в качестве сроков написать от одного раза в пять лет до... Самое редкое, это после перегорания замена производится. Потом слайд переключу, посмотрим, какие и на сколько. Кроме этого, еще и зависит не только от номинала, но и класса станции, на которой располагаются устройства. Первый, второй, третий, четвертый или пятый. Можно дальше? Давайте посмотрим на эту табличку. Табличка у меня выглядит следующим образом. Номинал до трех ампер. Вот, получается. Один раз в пять лет. А, вот так. В цепях управления стрелочными электродвигателями. Самое частое. Один раз в пять лет. Независимо. Ну, это вот один, два, три, четыре, пять. Это вот те самые столбцы. Это есть класс. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Соответственно, предохранители до трех ампер один раз в десять лет. И, соответственно, номиналом от трех ампер до пятнадцати. Вот одного раза в десять лет. И там выше уже повышается до пятнадцати. Ну, а где-то уже, соответственно, до перегорания. Так. И вот есть предохранители свыше двадцати ампер и выше. Замена не требуется вообще периодическая. То есть, либо на старших, ой, на младших классах четвертого, пятого вообще все предохранители по перегоранию. Либо, соответственно, если номинал превышает двадцать ампер. Так, вы здесь или отошли? Я здесь. Ну, потому что там что-то звонок срабатывал. Может, думал, отошел. Так, поехали. Дальше. А дальше-то у нас, собственно, ничего опять нет. Что-то здесь надо пояснять или не надо? Так, понятно все. Тут, как бы, ничего сверхъестественного нет. Срок подошел. Принес новые проверенные. Соответственно, если есть необходимость в без... Как он называется? В безобрывной замене, то, опять же, нужно воспользоваться чем? Придыховым амперметром, который можно подключить временно к клеммам. Либо использовать... Как он называется? Да, господи. Керемычку. Ну, просто два крокодильчика на проводе. Чтобы кратковременно что-то закоротить. Потом вынул предохранитель, но выставил, перемычку снял. Единственное только, что на самом деле перемычка, наверное, не самый хороший. Здесь помощник. Потому что, если ты точно меняешь, то тебе нужно при замене что сделать? Еще и ток измерить. Поэтому все-таки амперметром лучше это делать. Измерять ток. В цепи предохранителя. То есть, в принципе, здесь сверхъестественное. Дополнительно ничего не скажешь. Так, следующая работа называется «Прирыкосостояние приборов защиты». Один раз в год, перед наступлением грозового сезона. И почему-то я объединил вместе два типа работ. Это замена приборов защиты. Ну, здесь, конечно, будет зависеть от периодичности. Там что-то будет внутри. Ну, вроде текст есть. Поэтому, наверное, сначала о состоянии поговорю. Потом о замене. Ну, замена, понятно, будет производиться. Ничего сверхъестественного будет сродни замене предохранителей. Только здесь ничего резервировать не надо. Поскольку приборы защиты такие, как варисторы, такие, как разрядники. От их изъятия оно никак не влияет на работоспособность цепи. Грубо говоря, в нормальном режиме. Что они есть, что их нет. Они срабатывают при перенапряжении. Так, если говорить о приборах защиты, то тогда проверяем один раз в год. Причем делаем это перед наступлением грозового сезона. То есть, очевидно, где-то в конце зимы. Что касается замены приборов защиты. Они у нас производятся согласно инструкции. То есть, тоже таблица. Та же самая, которую я до этого показывал. Только будет другой фрагмент, посвященный именно приборам грозозащиты. От одного раза в три года до повреждения прибора. После того, как он через себя закоротит ток молнии или какое-нибудь напряжение, падение тягового контактного провода. Переключаю. Да-да. Так, вот они, эти приборы. Разрядники низко-вольтные РВН, РВН-Ш. Разрядники вентильные РВН. Выравниватели керамические. Вот СВОЦН, ВОЦШ. Устройство защитное УЗП. Разрядники керамические РКН, РКВН, РКШ. И устройство защитное УЗП. На каждое свой срок. Как я и обещал, от одного раза в три года. Ну, самое частое здесь, это раз в восемь лет, это УЗП. А нет, вон раз в десять лет есть, это керамические выравниватели. Ну, по идее, сюда бы еще можно было привести, наверное, фотографии этих самых разрядников. Не факт, что вы там где-то их устройствах, допустим, электропитание изучали. Посмотрим, если найду быстро, то можно будет попробовать добавить. Так, что у нас там разрядник? Ой, что-то Яндекс тормозит. Так вот. Так вот, постепенно мои презентации и обрастаются. Но в данном случае, конечно, скорость очень низкая. Так, ну что, вот этот возьмем. Поскольку он вместе со штепселем, удобно на него смотреть. Так. Ну, и какой-нибудь ВУЦМ взять. Такой пузатенький должен корпус быть у него. Не, видать, сейчас уже выпускают все одинакового формата. Ну, вот он, старого типа. Эй, промазал, что ли. А это Эрвенша. У нас такой пузатенький. Так, как его изъять отсюда? Ну, и кто там остался еще у нас? УЗП. УЗП таблеткой должно выглядеть, насколько я помню. Вот, включаешь этот наш дискорд. И сразу же тормоза какие-то начинаются. Ну, какой возьмем. Какой тут более качественный. Давайте вот этот кругленький. Беленький, светленький. Так, фотографии накидали. Сохранились. Так, ну, что нам пишут здесь по проверке? Ну, грубо говоря, подсказывает нам технологическая карта, что если мы будем заменять какой-то комплексный устройство защиты, такие как КЗУ, РШ, АБ, барьера, БЧК, или устройство защиты, блоки защиты обилока, то необходимо сначала поставить известность дежурного и, соответственно, предупредить о том, как будет, какая индикация может возникнуть, чтобы, соответственно, кипиш не поднимать лишний. Так, что касается разрядника, выравнивателя штепсельного типа, что необходимо делать изъять из цоколя. Если не штепсельный, то, соответственно, открутить гайки, проверить наличие на нем этикетки, маркировки, РТУшной, отсутствие повреждения корпуса, дефектов, надежность крепления лепестков. Это относится, в основном, к банановым типам, те, у которых пружинки своеобразные есть, поскольку они очень плохо держатся. Так, при изъятии установки должны они в штепсель с нажатием входить, с усилием, то есть, тем самым проверяется еще не только сам разрядник или выравниватель, но и проверяется их посадка в штепселе. При необходимости, соответственно, необходимо подтянуть, подогнуть эти самые разъемы, чтобы они лучше держали. Монтажные провода проверить, крепление к вот этим клеммам, о которых речь идет. Вот, если это болтовые соединения, то, соответственно, подтянуть гайки на штепселе. В данном случае у нас приведен вот это вот ножевого типа, а это вот бананового типа, то есть, когда вот такие торчат в стороны пружинки. В этом случае он одевается в дырки, как в розетка своеобразная, как у предохранителя. Это вот те самые пружинки, там нож вставляется. Ну, это вот крепление УЗП крепится вот на такой же двухштырной клемме, там крепление болтовое будет. Вот. Так, подтянуть гайки. Проверить сам штепсель, в котором они сидят, на отсутствие трещин в нем, повреждений штепселя. Ну, при необходимости произвести очистку кисточкой. Проверить, что если ты вставил его до упора, он, чтобы разрядник не имел люфта. Ну, и последнее, что сделать, это проверить надежность крепления общей шины заземления, на которую все эти устройства в конечном итоге стекаются. Ну, шины заземления здесь у меня, скорее всего, не будет, но, может быть, в этой презентации она где-то еще встретится. Так, ну, по этому слайду что-то будете вкратце отмечать? Да, наверное, нет. Ну, нет, так нет. Переключаюсь на следующий. Проверка состояния прибора перед установкой. Внешний осмотр прибора. Это этикетку РТУ, наличие пломб, оттиски в местах винтов, отсутствие дефектов корпуса, искривлений, заусенцев на ножах. Ножи должны быть одинаковой длины, расположены перпендикулярно основанию прибора. Если что-то такое обнаружено, то такой прибор устанавливать нельзя. Так, дальше изъятие прибора. Ну, то же самое, грубо говоря, при замене, что нужно сделать, это произвести внешний осмотр. То, что было на прошлом слайде. Так же проверить губки, проверить целостность штепселя. Собственно, примерно все то же самое, как и у любого другого прибора. Здесь я понял, тоже пролистываю, писать ничего не будете. Пошли дальше. Пятая работа, если верить той нумерации, что идет у меня. Проверка состояния... Ну, там две было где-то, на одном. Не страшно. Так, проверка состояния видимых элементов взземляющих проводников и устройств. С проверкой вольтметром скорых промежутков диодных землетелей, рша и светофоров. Ну, сократить, наверное, проверку состояния видимых элементов взземляющих проводников, рша и светофоров. Вот то, что ужернено, можно вот так сократить. Такую работу тоже некоторые из вас выполняли. Это, по-моему, практическая пятнадцатая была. Соответственно, по крайней мере, текстом немножко знакомились с ней. Кто-то даже составлял алгоритм. В том числе, в этом алгоритме была проверка вольтметров и скорых промежутков. В той работе, которая у вас была, там даже была еще вторая проверка. Это проверка... Как его звать-то? Мегометром здесь не знаю. Сейчас посмотрим. Скорее всего, я брал более новую техкарту. Может быть, сейчас уже мегометром и не проверяют. Исполнитель электром... Это электромеханик, либо специализированная бригада ШЧ, которая вот на проверке этих устройств специализируется. Ну, откуда у нас такая специализация? Как бы... Питающие установки, такой специфический объект, поскольку там довольно опасное место работы. И вот это место заземлений тоже считается, наверное, одним из таких сложных, потому что различные устройства, как контактная сеть там, их опоры заземляются у нас обычно. То есть, тоже ответственная такая часть, возможно, допускают специальную, специализированную бригаду, которая больший допуск по электробезопасности имеет. Итак, периодичность один раз в год весной эту работу проводят. Документальное оформление написано ШАУ-2, но вы понимаете, что это не совсем правдиво, потому что где у нас находятся заземляющие проводники, релейных шкафов и светофоров, они находятся на поле. Если это устройства станционные, тогда мы будем оформлять еще и запись ДУ-46, дабы дежурный предупреждал нас о движении поездов во время нашей работы. Желаете перелистнуть? Да, можно. Ну, поехали. Много букв, мало картинок. Давайте сначала, ну или будем туда-сюда листать, искать картинки и текст почитывать. Значит, первое дело, что необходимо обращать внимание, это на толщину, ну, диаметр тут у нас написано, заземляющего проводника. Оказывается, что этот самый заземляющий проводник у нас зависит от тяги, которая используется на этом участке. Если электротяга постоянного тока, то диаметр должен быть наиболее большой, не менее 12 мм. Если электротяга переменного тока, то не менее 10 мм. Ну и, соответственно, при автономной тяге заземляющий проводник может быть от 6 мм диаметра. Как он должен присоединяться к рельсу при помощи крюкового болтового соединения, либо к средней точке дроссель-трансформатора, специальным зажимом, который, как мне подсказывали, в те времена, когда я еще лекции вел на заочном отделении, заочники, назвали байдратка. Так, эти самые заземляющие проводники должны быть защищены от коррозии. Каким образом это заземление организуется? Ой, защита организуется. Ну, ранее, соответственно, она... Это вот то самое соединение к средней точке, тем самым зажимом металлическим, болтовым. Это крепление под специальные... к рельсу сразу же, заземляющего проводника. В данном случае толщину, вот мы некую видим, уж не знаю, сколько здесь диаметр, но так внешне, наверное, сантиметр-то есть. Поэтому для электротяги переменного тока и для автономного вполне подходит толщина заземляющего проводника. Далее я сейчас речь веду о чем? О том, как защищают от коррозии, да? В данном случае видно, что у нас заземляющий проводник не на земле лежит, а, соответственно, как-то закреплен к деревянному... Ну, или к там обычно как-то полушпалке, обычно как-нибудь так называют, брусу специальному. Кроме того, также заземляющий проводник может быть покрыт краской, в последнее время, проходя около железной дороги, я вижу, что стали более умно подходить к этим устройствам, и вот этот заземляющий проводник, он сверху покрыт полимером, то есть, соответственно, он уже заизолирован от коррозии, по крайней мере, вот слегка защищен. Коррозировать от выпадения влаги уже не будет. Так, немножко сказал, немножко показал, иду дальше. Внутри здания магистральная шина заземления должна представлять из себя как назвать-то, господи... Кусок железа-то этот... Что-то все слова из головы пали. Ну, кусок стальной, короче, кусок, диаметр, ну, или размерами 4х25, соответственно, 25 это его ширина, 4 это его толщина, проложен он по стене, этот самый заземляющий проводник. Так, к нему, соответственно, приварены специальные винты такие, 5-миллиметровые, нет, не 5-миллиметровые. Болты М8 длиной 40 миллиметров, и вот к этим болтам, приваренным, соответственно, будут закрепляться заземляющие проводники. Диаметр заземляющих проводников в данном случае должен быть не менее 5-ти миллиметров. Так, что здесь по заземляющим проводникам есть, по шинам что-нибудь есть? В данном случае показаны точки заземления, в данном случае видим мы пример, как должно организовываться заземление светофора, заземление головок светофора, заземление производится через через, 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 через лестницу, то есть там сверху соединены головки с лестницей, здесь внизу лестница соединяется с чем? С заземляющим проводником, ну, а дальше уже этот заземляющий проводник уходит либо на рельс, что маловероятно будет выполняться чаще всего к средней точке трансформатора. У шкафа, ну вот тоже чуть поближе устройство это приведено. В данном случае, видимо, что вот опять же это светофора лестница заземлена. Здесь у нас тот самый заземляющий проводник. Видно, что цвет у него черный, он покрашен. Отдельным таким цветом красным выделена точка, где присоединен он. Вот в этих местах, где они соединяются, у нас предварительно, что должно быть сделано, краска зачищена напильником, что касается и вот этого места и вот этого места, после чего их необходимо встянуть хорошенько и соответственно уже потом можно покрасить так, чтобы внешний вид не портился. Далее, соответственно, вот оно место заземления релейного шкафа. Заземление само указано, что вот оно присутствует, только немножко в сторону от самого заземления. Здесь, что у нас дырка в корпусе шкафа, к нему заземляющий проводник и вот на самом деле здесь немножко получше, потому что в отличие от прошлого картинки мы имеем здесь, что гайку и контргайку, то есть крепление понадежнее будет. Где у нас те самые устройства защиты дополнительные могут располагаться. Об устройствах защиты имеются в виду разрядники ИПМ или ИМП, что-то у меня уже в голове вот порядок слов, букв путается. Вот он стоит этот разрядник, в данном случае через него заземляются мачта светофора. Ну вот он здесь далеко видно, чуть-чуть я приблизил здесь на картинке. Далее, что еще здесь на картинках есть, но опять лесенка заземлена. Снова заземление шкафа через Норильс в данном случае, то что дросселя здесь мы не увидим скорее всего на переезде. Могут заземления производиться через диодный заземлитель VL200. Вот показано здесь, такой довольно большого размера диоды. Это тот самый искровой промежуток. Ну вот здесь написано ИМП-62. То есть я, видать, все это время неправильно его называл. Называл ИПМ. ИМП-разрядник, так он выглядит. Это вот то самое его место крепления. Если не ошибаюсь, вытаскали этот разрядник для того, чтобы имитировать закорачивание этого разрядника, когда лазили на мачтовый светофор, закорачивали перебычкой МГГ-40 квадратных миллиметров. Это вот то, как не должно быть. То есть, неправильное заземление. На самом деле, к одному болту может быть подходить не более двух проводников. Ну и вот крепление того самого ИПМ, видим мы. Так, возвращаюсь назад. Что там от запись-то дать еще? Так, далее. В напольных устройствах что проверяют? Это надежность состояния самих проводников, крепления их скобами к деревянным брускам. В последнее время у нас все деревянные бруски запрещают, поэтому, скорее всего, сейчас крепление должно осуществляться либо на штыри, которые в земле стоят, либо на железобетонные основания. Так, надежность крепления куда? К средним точкам ДТ, коршак, светоформ. Также, если это заземление контактной сети, то, соответственно, крепление их там на контактной сети опорах. Так, на брусках, чтобы не было трещин, чтобы были целые. Крепление резьбовых соединений, как мы проверяем это путем простукивания молотком. Если удар звонкий, то, соответственно, нормальное крепление. Если не звонкий, если болтается соединение, то необходимо подтянуть. Если есть лиды ржавчины или окисления в местах, где соединяются они, болтовое соединение, где есть там, где я вам показывал, что зачистить нужно, то, соответственно, необходимо разобрать это место, зачистить его и, соответственно, собрать заново. При использовании гаечного ключа не применять подкладки на опорах высоковольтной сигнальной линии. Проверить, что заземление от кабельного ящика и от ОМИКа, ОМИК это трансформатор линейный, который там висит сверху, который к десяти киловольтам подключается и который делает из этих десяти 220 нам для устройств, которые нужно, оказывается, что заземления должны быть разделены. Кабельный ящик, который снизу и заземление ОМА должно производиться разными цепями. Так, в релейном помещении, что мы проверяем? Это надежность резьбовых креплений, то есть вот к той шине, которая 25 на 4 должно закрепляться хорошо. Почему-то я ожидал, что все-таки у меня фотографии шины где-то будут, но пока не попались. Как это проверяется? Попыткой пошатать эти соединения. Если шатаются, значит подтянуть гайки. Так, здесь что-то будете фиксировать, чтобы потом уже сюда не возвращаться? Ну, можно. Давайте. Тут, как вы поняли, цветом также я выделял то, что можно отметить. Так, что по времени... 35 минут. Ну, здесь можно сократить, видите, напольные устройства и в релейные помещения там есть. одинаковые вещи. В частности, это вот крепление в болтовых соединениях. Поэтому, наверное, релей на отдельно писать, наверное, не стоит. Можно просто указать, что попыткой пошатать, проверить соединения. Так, хочу посмотреть. Никто там к нам больше не присоединился. Никого нет. Так, помечаю лыднева, как единственного посетившего сегодняшний урок. Так. 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 В итоге-то они потом все равно в одно место присоединяются. То бишь на рельс или на среднюю точку. К сожалению, технологическая карта не раскрывает секрета. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Подключение заземления между рельсами Измерить напряжение между заземлением Противоположным рельсам Примерно такой я Допустим, что Допустим, есть два рельса Минженожен заземлитель Который к рельсу присоединен Как в этом случае Качество заземления или проверить сопротивление вот этого заземления крепление вот этого устройства для заземления это взять и измерить напряжение между рельсами и измерить напряжение между вот этим концом между заземлителем и между вторым рельсом естественно если контакт у них хороший то напряжение которое мы намерим вот здесь должно равняться напряжению которое мы намерим вот здесь если же напряжения эти не равны тогда необходимо вот это место разбирать, ну и соответственно там зачищать как-то эти точки скрепления подтягивать соединение так, это была проверка подключения когда заземляется на рельс если заземляется на среднюю точку дроссет трансформатора тогда проверка будет производиться следующим образом, вот у нас мы видим что есть то самое заземление к средней точке через болтовое соединение подсоединенная технология та же самая, берем вольтметр подключаем к двум выводам, к среднему и к боковому любому и соответственно то же самое делаем с тем же самым выводом но теперь не с выводом, а с вторым концом тот который к заземлителю уходит к заземляющему проводнику аналогично, что мы должны получить если качество нормальное, то у нас напряжение должно быть одинаковое можно соответственно если вкратце хотите себе пояснить, что проверка качества заземления путем измерения напряжения ну подробно как-то неохота эти картинки рисовать до болтового соединения и после напряжение должно быть примерно одинаково то есть вот смысл какой качество соединения проверить вольтметром до заземления на заземлителе так, что дальше у нас здесь идет в моей презентации ужасная проверка исправности искрового промежутка вольтметра вольтметр постоянного тока подключить к искровому промежутку с двух сторон подключить к зажимам вот этим что у нас должно быть? стрелка у нас должна отклоняться если отклоняется значит промежуток исправен если не отклоняется значит промежуток закорачивает накоротка накоротка заземляемое устройство и собственно с рельсом там или со средней точкой вольтметр необходимо соответственно там что? 20-30 вольт подключить так если использовать для проверки заземлителя индикатор тока то необходимо что сделать? брать токоизмерительные клещи этими клещами обнять заземляющий проводник что мы должны нормально там увидеть? нормально мы должны не увидеть там ничего то есть ток протекать не должен если ток утечки какой-то протекает то соответственно это говорит о том что у нас господи искровой промежуток неисправен это вот такие способы проверки что касается проверки диодного заземлителя проверяют вольтметром на шкале 20-30 вольт также подключают к зажимам диодного заземлителя в одной полярности потом в другой что должно быть? в одном из подключений стрелка должна отклоняться в другом соответственно нет если стрелка не отклоняется тогда заземлитель неисправен подлежит замене то есть диод видимо неисправен так с этого слайда что-то диктовать? или по цвету? ну пожалуйста визуальный осмотр Проверить надёжность соединений. Запятая. Внешняя очистка. Так. Дальше. Чего у нас там шло? На рельс, да? Это самое. Вольтметром. Проверка. Качество заземления. Проверка качества заземления. Вольтметром. Двоеточие. Измерить напряжение. Измерить напряжение. Между рельсами и между выводами ДТ. И напряжение, когда один провод подключен к заземлителю. И напряжение, когда один провод подключен к заземлителю. И напряжение, когда один провод подключен к заземлителю. При хорошем контакте напряжение одинаковое. При хорошем контакте напряжение будут одинаковыми. При хорошем контакте напряжение будут одинаковыми. При хорошем контакте напряжение будут одинаковыми. Осталось 10 минут. Я 5 минут вычту. Без перемен и работали. При хорошем контакте напряжения будут одинаковыми Так, дальше у нас что? Идет проверка искрового промежутка Проверка искрового промежутка вольтметром Проверка искрового промежутка вольтметром Подключить Вольтметр 20-30 вольт К обоим выводам и паим Подключить Вольтметр 20-30 вольт К обоим выводам и паим Если стрелка не отклоняется То и паим неисправен Если стрелка не отклоняется То и паим неисправен Если стрелка не отклоняется И паим неисправен Ну и аналогично проверка диода Аналогично При одной полярности Должен отклоняться При другой нет При одной полярности Должен отклоняться При другой нет То есть здесь нужно будет Естественно измерять Постоянный ток Прибор уже подключать На постоянку И соответственно Подключать клеммы так Потом поменять клеммы местами Подключить наоборот Для одной полярности Вольтметр должен показывать Для второй соответственно нет Так есть это Описали Это вот у меня Видимо на эту работу Затраты времени 3,6 минуты На каждое Заземляющий проводник Уделяет электромеханик Так Это картинки Мы рассмотрели Это что у нас идет Проверка вольтметра Диодный заземлитель Релейных шкафов И светофоров Это вот 12 минут А что так много На один диодный заземлитель Что же там делать-то 12 минут Хм Ума не приложу Два напряжения Померить туда и сюда Ну ладно Так Все Следующая работа пошла Здесь так-то Есть Приведено Вот то самое Напряжение Пробоя Но вот В техкарте Я не вижу проверки Мегаметром Наверное Все-таки Эту работу Больше не выполняют При помощи Мегаметра Так Ну ладно Шестая работа у меня Седьмая у вас Измерение сопротивления Всех Заземляющих устройств И проверка Целостности Выравнивающих Контуров Не Наверное Контуров Более По-русски Будет Исполнитель Электромеханики Или специализированная Бригада ШЧ Которая Умеет Пользоваться Измерительным Прибором Который Сейчас у нас Здесь появится Периодичность Один раз В три года Документальное Оформление Шоу-2 Шоу-45 Что это С такой журнал Шоу-45 Не подскажу Но очевидно Посвящен Наверное Будет Заземляющим Устройствам Какой слайд-то идет Тридцать Тридцать четвертый А их Пятьдесят восемь Опять Меня Времени Не хватило Шибко Медленно Рассказываю Поехали Так Значит Что у нас Здесь Измерение Сопротивление На определенное Расстояние Как правило Это Уголок Металлический Роль Заземлителя Имеет Вот соответственно Необходимо Вот этого Заземлителя Отключить Тот самый Проводник Который Идет К шкафу Либо К кабельному Ящику Далее Соответственно Нам Необходимо Разместить Токовый И Как он там Называется Потенциальный Штыри На Определенном Расстоянии Который Соответственно В технологических Картах Указывается Вот если Это тот самый Заземлитель Который Мы хотим Проверить Стоящее Заземляющее Устройство Забитый Землю Уголок То Мы должны Что сделать На расстоянии Порядка 25 метров Забить Специальный Такой Колышек Который Вместе С этим Прибором Идет Прибор Называется Измеритель Сопротивления Заземлителя Из 10 Потом Через Еще 15 Метров Должны Забить Еще Один Заземлитель Тоже Из К Штырю Токовому И Штырю Потенциальному И Произвести Измерение Так Что у нас Здесь Для начала Необходимо Прибор Включить Если Напряжение Помехи Не будет Превышать 24 вольта То Необходимо Производить Измерение Ну Соответственно Видимо Как-то Он Себя На экране Отражает Наличие Этой Помехи 24 вольта При Которой Нельзя Измерение Снимать Если Соответственно Превышает То Необходимо Перерасположить Штыри Так Чтобы Эта Помеха Снизилась Далее Кнопка Режим Выбирают Четырехпроводный Метод Измерения Затем Кратковременно Нажимают Кнопку RX И Enter На Индикаторе Появляется Напись Измерения Несколько Секунд Измеряет После Чего Выдает Сопротивление Этого Заземления Которое Мы должны Запротоколировать Записать В журнал После Чего На место Восстановить Подключение К заземляющему Устройству Проводник Подключить К этому Штырю Снова Так Это Вот Разные Способы Подключения Нашего Прибора Могут Петли Располагаться На одной Линии Те Самые Токовая Петля И Потенциальная Можно Их Размещать Треугольником Вот Так Вот Соответственно Расстояние Здесь Немножко Другие Уже Будут Так Ну Если Соответственно Заземляющее Устройство Какое-то Сложное В данном Случае Состоящее Из Четырех Штырей Раз Два Три Четыре Забитых Штыря То Соответственно Измерения Проводят Примерно Логичным Способом К одному Из Земляющих Штырех Видим Подключают И Проводят Измерения Так Что касается Поставится Здесь Какие Отличия Это будут Рулеткой Отмерить Максимальную Диагональ Сложного Заземляющего Устройства А Здесь Будет Зависеть Расстояние От От Расстояние Д То есть Если Заземление Сложное Из Несколько Заземлительных Измеряют Вот Это Диаметр Сам Какой-то Некий В Ромбе В этом И В Зависимости От Того Какой Будет Диаметр Выбирают Расстояние Вот Этих Вот Плеч Куда Будет Подключаться Устройство Так Ну Я Хотел Фотографию Сначала Где-то Показать Вот Само Устройство Из 10 Если Пофото Смотреть К нему Соответственно Есть Вот Такие Вот Длинные Провода Почему Потому Что Видели Вы Там Расстояние До 30 Метров Где-то Больше Поэтому Клеммы Там Далеко Подключать Придется Вот Такие Штыри К нему Прилагаются Которые В землю Можно Забить Соответственно К ним Именно Подключаются Клеммы Прибора Так Это Сам Прибор Что Я Хотел Еще Досмотреть Так Значит Там Померить Это Д Расстояние Определить Ну И Собственно Пошли Нормативы Для Защитного Заземления По 100 ФЦ Не более 10 Ом Должно Быть Сопротивление Для Сопротивления Заземления Броникабелей Не менее Не более 5 Ом Для Заземлений Ролейных Шкафов Все Зависит Сопротивление От Господи Удельного Сопротивления Грунта А таблица Есть Та Самая Два Есть Да А вот Соответственно В зависимости От сопротивления Грунта Сопротивление Заземлений Должно Быть Не более Столько Та 25 Вроде Уже 26 Еще Раз Минут Уже 25 А Минут Согласен С критикой Именно Столько Так Ну Что Здесь Тогда Пометить Нам Нужно Где Я Остановился Грубо Говоря Вот Здесь И Не Записали Урок Окончен Так Сказать До Следующей Недели Продолжу Я Очевидно В Понедельник Хотя Тему Я Там Конечно Другую Написал В Плани Продолж Плани До До Продолжение следует...